МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А блаба будет завтра. Троль. А блаба будет сегодня. Они хотят испортить мне праздник. Кто это тебе сказал, Арье Лейп, этот мальчик? Это сказала тетя Ханна Скостец. Ты знаешь тетю Ханну? Я знаю тетю Ханну. Дальше. Тристов сказал речь. Мы должны задушить Беню Крика. Потому что там, где есть государь-император, там нет короля. И сегодня, когда у него свадьба, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву. Дальше. Дальше. Тогда шпики начали бояться. Они сказали, если сегодня сделать облаву, когда у него праздник, тогда Беня рассерчает, уйдет много крови. Правильно. Тогда он сказал, а самолюбие мне дороже. Здравствуйте. Это был фрагмент из известного фильма «Искусство жить в Одессе» по рассказу Бабеля. И не так давно в нашем городе подвели итоги литературной премии имени Классика. Автор идеи Валерий Хаид. Вот с Валерием Исааковичем мы будем говорить о премии и о непростой судьбе Классика мировой литературы. Как я думаю, я думаю, вы не возражаете. Здравствуйте, Валерий. Добрый день. Итак, Бабель в литературе величина. Если мерить этой величиной конкурсантов вашей и многих других именных премий, то становится очевидна разница. Вы не думаете так? Значит, ведущий, судьбо всему, серьезно подготовился, изучил произведения лауреатов, сделал собственные выводы, что тексты, которые победили на первой церемонии премии Бабеля, значит, очень далеки от текстов того, чьим именем эта премия названа. Это мнение ведущего. Что касается меня. Что касается меня. Значит, Бабель вообще сравниться с Бабелем, это очень дерзко. И ставить перед собой такую задачу, во всяком случае, оргкомитет премии, такую задачу не ставил. Значит, нас беспокоит судьба рассказа вообще, как жанра, который сейчас не очень, так сказать, распространен, потому что книги рассказов, сборники не издают. Не издают по каким-то причинам. Но жанр, это классический жанр, жанр рассказа на русском языке, не только на русском, вообще рассказы. Это, ну как, существуют великие писатели, которые достигли высот именно в этом жанре. Там, допустим, он о Генри, например, в Америке, да, или Чехов-то у нас. Бабель. Бабель писал не только рассказы, он писал пьесы. Он писал, у него есть, как бы, были начатки романа, по-моему, даже ни одного. Но на его высот он достиг именно в жанре рассказа новелла. И, кроме того, почему вот премия Бабель, да, в Одессе много славных имен, Ильфа Петров, Катаева, безусловно, Олеша, да, Олеша, Жаботинский, да. Почему Бабель? Потому что Бабель в мире наиболее известный из представителей Одесской литературной школы, которую иногда называют южно-русской, ну, видимо, из скромности, да, вот. Бабель – лидер, лидер Одесской литературной школы. И он известен в мире, был раньше многих других. Его знали в Европе, его знали в мире, его выпускали за границу. Там есть определенные объяснения. Но уровень того, что он писал, соответствовал его восприятию в Европе. Его считали очень крупным писателем. Вот. Значит, что касается уровня текста. Значит, вот когда у нас спрашивали на пресс-конференции, членов жюри я имею в виду, вот, какой критерий, да, критерий. И я приводил пример, и сегодня, с своего разрешения я этот пример приведу. Бабель написал об Утесове. Оленью, где Утесове, молодом. Потом тот ответил ему, через много лет написал о нем. Он написал так. Я предвижу высоты, которых он может достигнуть. Тирания вкуса должна царить на них. Тирания вкуса. Значит, я считаю, что в определении литературного дарования вкус вообще должен стоять на первом месте. Вкус – это чувство слова. Вкус – это нюансы. А нюансы – это культура, да, умение их распознавать. Вот сейчас у нас не время нюансов. Сейчас не время нюансов. Сейчас поэтому культура, искусство… Сейчас эпоха вообще падения нравов. Сейчас какие-то грубые вещи, как бы… Но об этом говорили бы все века, падение нравов. Да, нет. Все падают. Это верно. Это верно. Вот это вот заявление ведущего, который, повторяю, судя по всему, серьезно подготовился к нашему разговору. Значит, вот это о том, что всегда оказалось, всегда падали нравы – неправда. Есть разные эпохи. Есть даже вот название эпоха Возрождения говорит о том, что перед ней была эпоха упадка. Даже так. Еще раз говорю. Значит, тексты, которые победили премию Бабеля, их нельзя сравнивать с Бабелем. Это другое. Задачи конкурса не было, чтобы писали или пытались писать как Бабель. Не было. Это должна быть просто хорошая литература. Я считаю, что уровень текстов, которые стали лауреатами, достаточно высок. А члены жюри, очень опытные писатели, вообще говорили, что 228 рукописей, которые все читали, сказали, что очень высокий уровень текстов, которые были посланы. Но если вы озабочены так судьбой рассказа, почему же вы сделали этот конкурс только русскоязычным, отсекая, скажем, украиноязычных авторов? Это хороший вопрос. Я очень рад. Дело в том, что его уже много раз задавали мне. Почему? И почему я настоял именно на этом? А вы настояли, я не знал. Именно я настоял. Конечно. Дело в том, что говорили мне все, причем очень-очень такие уважаемые люди. Как же так можно? Наша премия называется Одесская, Одесская международная литературная премия имени Исаака Бабель. Одесская. Город Одесса может позволить себе учреждение премии рассказом на русском языке. В Украине существует свыше 100 премий литературных на украинском языке. А на русском языке, в стране, где почти 17 миллионов людей говорит на русском и думает на русском, есть только муниципальные литературные премии на русском языке. А государственных, республиканских нет. В Украине можно сделать замечательный конкурс, кстати. Как же? А Волошина премия? Значит, Волошина премия – это достаточно новая премия. Она возникла недавно. И, честно говоря, я о ней случайно вообще услышал. И Волошина премия, да, она себя позволяет. Но Волошинская премия – это не одесская литературная премия. Не одесская. А я даю совет тем, кто так радует за развитие украинского рассказа. Замечательно? В Украине есть блестящий рассказчик и новеллист. Это Ольга Кобылянская. Она выдающийся рассказчик. И, допустим, почему к городу Черновцы, откуда народом и где есть ее улица, не учредить премию по примеру Одессы на лучший рассказ в скобках новеллу на украинском языке? Мы что вообще? Мы чем вообще занимаемся? Мы как в советские времена должны обязательно учесть какие-то обстоятельства? Одесса имеет право. И Андрей Дмитриев, председатель жюри, выдающийся писатель, лауреат премии Букера, премии Ясной Поляны – это очень престижная премия. Он сказал, что поразительно вообще, что в России, которая находится под властью Путина и его компании, и где мы знаем, что министр культуры Мединский, и идет какое давление на культуру, а значит и на язык, в украинском городе заботится о русском языке. Он говорит, что это просто замечательно и потрясающе. Ну, прежде всего, о памяти писателя заботится, так я понимаю. Это безусловно. Я в Фейсбуке, когда пришла нам в голову эта идея и во Всемирной Глубе, то я услышал от таких замечательных людей, прекрасных писателей премия Бабеля. Как? Как? Ее разве не было? Неужели? Боже, какая идея! Как замечательная! Давно! Как может не быть премией Исаак Бабеля? Вот и все. Ну вот, вы говорили как-то, что вы не любите анекдоты, потому что это юмор заимствованный. Но, как известно, Бабель, как он рассказывал, если не ошибаюсь, Паустовскому, брал анекдоты, делал из него вещь. На ваш взгляд, у Бабеля вообще много заимствований? Нет. Ну, это такой вопрос. Брал анекдоты, делал из него вещь. Значит, я знаю хорошо книгу «Время больших ожиданий» Паустовского и «Оремесле», писателя о работе, там есть целая глава, замечательно. Простите, пожалуйста, я еще раз говорю, у меня нет сомнений, что ты замечательно подготовился, но брал анекдот – это что-то не про Бабеля. Это что-то не про Бабеля. Это что-то не про Бабеля. Потому что бывают такие писатели, которые берут анекдот, либо берут анекдот, либо пользуются анекдот. Например, такой выдающийся писатель, как Давлатов. У него он брал это и осмысливал как-то, переосмысливал и так далее. У Бабеля, думаю, нет, ну какой анекдот. Бабель говорил, что я не могу ничего придумывать. Я должен брать, я должен знать жизнь. Есть писатели, которые берут из головы. И у них получается, ну это такое свойство их таланта, а мне нужно знать досконально. И тогда фантазия включается моя, включается. Без этого у меня нет. Не помню у него фразы, что я брал анекдот. Не помню. Ну это не столь важно сейчас. Главное, что вы ответили на этот вопрос, так как вы полагаете, что, как работал Бабель. Это, на мой взгляд, главное. А скажите, вот представим, что Бабелю звонит его близкий друг Мейхольд и говорит, давай встретимся, срочный разговор есть. А у Бабели срочная работа. Как вы думаете, как он поступил бы в Бабель? Дело в том, что вот ты задаешь мне вопросы как человеку, который является специалистом по Бабелю. Да, что я, значит, его глубоко изучил, изучил его книги, все прочитал, все исследовательские работы, литературоведческие о нем прочитал, что он мой любимый писатель. Это все не так. Бабель не является моим любимым писателем. Но я абсолютно сознаю, что он выдающийся писатель и что он лидер. Он просто мне не близок. Мне другое близко, например. Но я знаю, что он выдающийся. Он был писателем-демиургом. Бабель создавал миры. Бабель создавал миры. Но если ему звонит Мейхольд, и он в это время занят рассказом, я тебе уверяю, он ни в коем случае с ним не встретится, как бы он его ни уважал, ни любил. Потому что для Бабеля, Бабель, когда писал, это было что-то такое, он так тщательно работал, он тянул, он не отдавал рукописи, он нарушал сроки. Он, значит, по-моему, даже пару раз возвращал авансы, потому что он в срок не сдал рукопись. Он не мог ее выпустить из рук до того, как она, по его мнению, была совершенна. По его мнению, я не говорю, что она была совершенна. Но если для него она была совершенна. И когда он писал, я не думаю, что он легко отрывался. Могла быть ситуация, когда у него не шло. И тут позвонил Мейхольд. Ну, слава богу, у меня и так не идет, как к нему. Но я не думаю, что он садился за стол, когда у него не шло. У него шло, у него просто были требования очень высокие к себе. И поэтому ощущение медленности его работы. Я говорил с внуком Андреем Малаевым Бабелем. Он член жюри нашей премии. И он говорил, что как он вообще работал. Он ходил, ходил, придумывал, ходил. И это количество вариантов, это количество финалов, которые он переделал перед тем, как он выпускал эту птицу в небо. Выпускал эту птицу в небо. И когда он выпускал, он был удовлетворен. Известно, Бабеля арестовали и расстреляли. На наш взгляд, почему? Во всяком случае, не за то, что он якобы шпион и так далее, который он был после этого в 54-м году, если не его все-таки убили. Вот, конечно, конечно. Как говорил Михаил Михайлович Ванецкий на открытии памятника, что Сталин, он снайперски, значит, угадывал наиболее ярких, выбирал наиболее ярких, именно вот то, чтобы они как бы не выступали выше какого-то, вот надо подрезать как бы всех. Но ответ, который мне кажется близким к реальности, я услышал от того же Андрея Бабеля. Он сказал, когда Молотов-Риббентроп пакт был подписан, Бабель сказал, ну все, мне конец. Что имелось в виду? Что когда Сталин рассчитывал на французскую интеллигенцию, на французскую компартию, ему нужен был Бабель, как знающий французский язык, он ездил в Париж. Семья первая там и тогда. Семья первая, но дело не в том, Сталин не исходил из-за того, что семья первая там, Сталин исходил, что он дружил там с этими французами, которые имели колоссальное влияние на власть во Франции и так далее, и так далее. Когда он переориентировался на Гитлера, ему Бабель перестал быть нужен, и Бабель точно понимал, и он сказал, теперь мне конец. А Бабель своей яркостью таланта, не потому, что он позволял себе, он был человеком очень умным, и он в крайности не впадал, ему было важно реализовать свое дарование. Я думаю, что главное было для него, чтобы он мог реализовать свои замыслы, замыслы свои. И он понимал, что его посылали за рубеж, во Францию, ему открыто, все было связано с тем, что он, как бы с точки зрения Сталина, какую-то миссию, какой-то образ Советского Союза создавал. Вот такой писатель, его пускает, а он как бы, ему могли, он ничего специально, как бы, никакие задания не получал, но сам факт его присутствия в Париже, вот страна, Советский Союз и так далее, и так далее. А время было сложное. И тут он точно объяснил, все, мне конец. Известно, что в молодости Исаак Бабель был человеком любвеобильным. Как вы полагаете, вот эта вот внутренняя энергия как-то сказалась на развитии его таланта? Ну, что значит внутренняя энергия? Вот любвеобильность, да. Ну, сублимация, конечно, это понятие существует, когда человек, допустим, это вот, оно все переходит одно в другое, и так же, и это естественно. Конечно, он был человек очень-очень большой внутренней энергии, такого темперамента, именно энергетично он был. Он был человеком очень ярким, очень веселым, на самом деле, и очень мудрым. Мудрым. И он относился к литературе серьезно, весьма серьезно. Потому что была традиция 19 века, и был Горький, который, по сути, его одобрил и дал ему дорогу. Он не только ему дал. Сейчас как бы декоммунизация выводит Горького как бы из из ряда каких-то серьезных, но даже то, скольким он людям дал путевку в жизнь, выдающимся, уже можно было бы его пощадить в этом задоре декоммунизации. Я говорю, что он, конечно, он был человек южный, он был человек южный, он был человек из знойных мест, он был человек моря, моря, воздуха, море-степь. Он был человек привоза, потому что продукты, мы же знаем составляющие одесских талантов, и это, конечно, не может не сказываться, но главное вот это солнце и море, конечно, солнце и море. Но он, вот его жена, последняя жена его, Антонина Николаевна Пирожкова, вот немногие знают, но сейчас уже знают, что она прожила 101 год. И он был из писателей, по сути, первым реабилитирован, это ее заслуга, она всю жизнь занималась и не верила. Потом она дожила до того момента, когда она увидела макет памятника Бабелю, она дожила до этого. И они написали письмо, она, Лидия Ицаковна, дочь Бабеля, Андрей, что им памятник очень понравился, они дали какие-то советы, Георгий Франгулян исправил, учел их, она дожила до этого, что в Одессе открылся памятник Бабеля. С характером Бабеля были связаны эти уточнения. Нет, нет, вот Бабеля, значит, в этой книге, она написала книгу о Бабеле, не только о нем, воспоминания. Это книга о ее жизни, но там многое о Бабеле. И она там приводит пример, который как бы не знали, что Бабеля как-то спросили, Исаак Милович, вы что, до сих пор влюблены в эту женщину? Она красавица была, красавица, естественно. Он говорил, ну что вы, я уже давно прошел это мелководье. Мелководье, да. Мелководье. На западе Бабеля. Потому что вот глубина человека, глубина человека, что такое любовь вообще. Вот я перечитывал недавно несколько рассказов в связи с премией, там я помещал на сайте премии какие-то наиболее нравящиеся мне рассказы Бабеля. И там есть рассказ Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна. Это новелла классическая. Это наполнено такой любовью к человеку и пониманием человека вообще. Вообще Бабель, он же был, выдаю, величайший гуманист. Вот даже вот король, да, налетчики стреляли в воздух. Потому что если стрелять не в воздух, то можно убить человека. Как это? Что это вообще такое? Или взяли моду убивать живых людей. Не взяли моду убивать людей, взяли моду убивать живых людей. Это Бабель. Вот за эти фразы только может быть памятник, да? А в том же короле, я как-то проскакивал сейчас, значит, их окружали доброжелательные браунинги. То есть эти браунинги были, видимо, для защиты которого в данном случае использовались доброжелательные браунинги. На Западе Бабель называют модернистом. Как вы думаете, почему? Ну, Бабель модернист. Я думаю, что его называли не только на Западе, но и это вот. Бабель шел вообще, шел, мне кажется. Он шел от Мопассана. И у него рассказ Гиды Мопассан как раз вот этот потрясающий. Вот он прямо вот там вот эта вот страсть, страсть даже вот женщина, страсть мужчина, она прямо там, прямо искрит вот там это все такое. И Мопассан тоже описывал страсть, да, даже похоть. Он описывал это. А Бабель, он как бы осмеливался говорить об этом, может быть, более смело, чем принято было в его время. И вот от этого было ощущение, как бы его это вот. Но, еще раз говорю, у него был безгоризненный вкус. И быть смелым ему было не только дано и позволено, по сути. Мне кажется, так. Одесский следователь Боровой на вопрос, зачем нужен Фроем Грач в будущем мире, отвечает, не знаю, наверное, нужен. А как вы полагаете, нужны нам Бабелевские герои, и если нужны, то зачем? Ну вот опять, значит, здесь какая-то вот такая двойная штука, мне кажется, такое смещение смысла. Дело в том, что когда говорят, что Бабель воспел бандитов, мне кажется, что это заявляют люди, которые ничего не понимают в литературе. Бабель, еще раз говорю, он писатель Демиург. В одесских рассказах он описал мир, созданный им. Он, конечно, весь основан на реальной жизни, но настоящая литература, искусство, это вообще не жизнь, а квинтэссенция жизни. Он создавал, как, допустим, Маркис создал свое Макондо, он создал же его на основании детства, воспоминания, место, где он жил. Но это мир вымышленный. И в этом мире законы существуют другие, отличные от реальной жизни. Вот. И если это не понимать, отсюда идет он воспел бандитов, этот Бабель воспел жлобскую Одессу, воспел это все, и так далее, и так далее. Мне кажется, что это не понимают. Вот я, например, считаю, что вот именно потому, что он был писателем Демиурга, он создавал миры, я много раз об этом говорил, что если его не убили в 40-м году на Лубянке, он бы мог стать первым одесским писателем, которому достался Нобелевской премии. Он создавал миры. И вот этот гуманизм, который был присущ, вот когда нужен ли будет Фроем Грач там, а для него Фроем Грач первое всего... Героем был. Он прежде всего был человеком. Человеком. И то, что он в этом мире, который он написал, был бандитом, это же не потому, что он родился бандитом, а потому, что обстоятельства так сложились. И такова была жизнь, описанная, концентрированная в его одесских рассказах. Ну как это? Значит, что в будущем мире, вот любая жизнь, вот есть жизни, которые нужны будут в новом мире, а какие не нужны. Так давайте отстреляем. Вот как сейчас в Украине, да? Вот националисты, вот то, что я называю, вот эти вот борцы, да? За, значит, декоммунизацию, которая у них превращается в дерусификацию, да? Или там, значит, они хотят сделать единую страну, а делают ее одинаковой. Что делать с 17 миллионов думающих, говорящих по-русски? Хорошо бы, чтобы их не было вообще. Их не нужно брать в новый мир. Ну это крайняя позиция. Это крайняя позиция, но мовные законы? Ну как это? Это что? Одесса? Портников написал недавно, что пройдет несколько лет. Позор. И вообще Одесса будет говорить на украинском... Что это вообще такое? Украина разная. И этим она замечательная. Львов одна Украина. Одесса другая. Харьков одна. Херсон другая. Запорожье одна. Николай другая. Это замечательно. Всегда разнообразие было ценностью. А тут недостаток. Мы хотим, чтобы все были одинаковые. Вообще, когда прочел эту статью, я подумал, что... Я думал, что Портникова умнее. Честное слово. Ну вот я состоялся... Я не сомневаюсь до сих пор, что он очень умен. Но есть причины, по которым он свой изощренный ум должен использовать для заявления глупостей. Ну это не говорит об уме. Но это отдельная песня. А вот я составил список о вас. Бесконечный, по-моему, писатель, драматург, критик, вице-президент Всемирного клуба Одесситов, редактор журнала Фонтан, составитель антологии... Я не успеваю записывать. Одесская юмор. Я потом дам список. Вот это чья списка? Капитан легендарной КВН-овской команды и так далее. Вот это, кстати, КВН как проклятие. До сих пор народ, который меня, допустим, особенно там не знает, они считают, а этот КВН-щик... Вот, так вот, что этот КВН-щик считает для себя главным из всего. Из всего, чем я занимаюсь? Да, я занимался раньше. Значит, вот я могу перечислить, допустим, две вещи. Перечислить, это обычно говорят, когда 8. А я говорю, ну, скажем, назвать две вещи. Первое. Когда ко мне в 2000... Когда я в 97-м году так сложилось, что, в общем, мне удалось стать редактором журнала Фонтан, он, кстати, я его придумал, в общем, и все такое, и я понял, наконец, я уже был не юноша далеко, да, что, наконец, я стал заниматься тем делом, которым, собственно, и должен был заниматься. Вот я как бы шел... До этого у меня было ощущение, что вот я что-то делаю, но это еще не то. А я уже был человек немолодой далеко. И вот, наконец, потом, когда в 2004-м году ко мне обратились создатели онтологии, цитера и юмора России 20-го века, одесский том я собрал. И с тех пор я выпускаю эти тома, уже 21-й век, уже новые авторы, уже это вот. Я продолжаю традицию одесского литературного юмора. То есть я это продолжаю. И второе. Памятник Бабелю. У нас две минуты. Если можно, блиц, короткий вопрос и короткий ответ. Продолжите фразу. Одесса – это? Одесса – это, в общем, своеобразное пространство, которое легко сопрягается со всем окружающим, но которому нужно дать возможность себя сохранить. Любимое место в городе? Любимое место в городе. Когда-то вот на Соборной площади, вот когда от школы едешь на Садовую, вот с задней стороны, там была скамейка, и осенью там на ней была одинокая скамейка. И я там назначал свидание девушкам, и, наверное, поэтому это любимое мое место в Одессе. Ну, во всех смыслах любимое. Наверное, да? Ну, я говорю о девушках, у меня к скамейке особых чувств не было. Ну, надеюсь. Любимая одесская песня? Любимая одесская песня? Я могу сказать, что я не могу сказать, что она одесская, но это песня Утесова. Любимая одесская песня – это слова Игоря Шеферана, композитор Фрадкин, Марк Фрадкин. Я знаю, что эту песню тоже очень любит Михаил Михайлович Жванецкий, ее очень любил Борис Довыдович Литвак, мы даже один раз в троем пели. Начало такое «Я не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил». Ну и так далее. Это замечательная песня. Вот это вот моя любимая песня. А Утесов – выдающийся одесский русскоязычный певец. Любимый одесский писатель? Любимый одесский писатель. Я могу сказать, что вот любимый одесский писатель для меня – Илья Ильф. Илья Ильф, конечно, с Петровым, но я узнал о нем какие-то вещи об Ильфе. Он был, кроме того, что он был выдающийся писатель, и вот вместе с своим соавтором он был выдающейся личностью. Он был умницей, и вот он умер от туберкулеза. И кто знает, как бы сложилось, что он был… Любимая фраза из Бабеля? Ну, я уже назвал фразу «Взяли моду убивать живых людей». Любимая фраза из своего? Ой, нет. У меня нет нелюбимой фразы. Ну что же, я о своем разуме говорю, что у меня что-то более любимое, что-то менее любимое. Любимая одесская еда. Любимая одесская еда – это икра из синих, которую готовит моя жена Юля. Значит, до нее, значит, моя теща готовила это, это передалось по наследству. Я с тещей дружил. Любимая из услышанного в Одессе? Из услышанного в Одессе? А, как-то звонят в Одесский аэропорт. Аэропорт сегодня принимает ответ. И самолеты тоже. Любимый фильм об Одессе? Ну, и с этим сложно. Любимое выражение. Не одесское, а вообще. Вообще выражение. Вообще выражение. Я вот продолжаю иногда какие-то афоризмы. Вот у меня такое я придумал продолжение. Книга – лучший подарок. Потому что это не только подарок, но еще и книга. Спасибо. Это был Валерий Хаид. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова